Я очень рад был приехать в Москву первый раз около 10 лет назад. Я всю жизнь хотел посетить Россию и Москву, и я бы хотела сказать, что один из моих коллег из США, который живет там, приехал сюда после СССР и потратил 17 лет на написание книги об истории России и знает Бориса Пушкарева как градостроителя. Я спросил его, когда он приехал, вы будете выступать с лекцией здесь? И он ответил, никому это не интересно, это было в 90-е годы. Никто не интересуется транспортом, есть другие вопросы. Однако, когда в 2004 году я приехал, я отметил, что начинаются заторы и появляются серьезные проблемы, и есть интерес в этих проблемах. С того времени заторы ухудшились, и это одна из самых больших проблем Москвы сегодня. За 10 лет, на мой взгляд, проблема стала более острой. Однако, что положительно, это то, что о транспорте ведутся разговоры. и одна из самых острых проблем – это пробки, парковка, пешеходные зоны. Но также есть проблема – это то, что мы должны вообще смотреть на качество жизни в городе и на удобство жизни в городе. И в ходе дискуссий за последние 10 лет я отметил, что некоторые чиновники высокого уровня, один из которых господин Лексутов, следят за развитием и принимают политику в области транспорта. Это политика в пользу общественного транспорта, демотивации от использования автомобиля, планирования транспорта и различных видов, чтобы они вместе работали и так далее. Однако, ведутся многие проекты, расширяется строительство метро с очень большой скоростью. Это, конечно, положительные изменения, однако этого недостаточно, поскольку для того, чтобы открыть линию метро, требуется много лет, и метро не может выполнить всю работу, его необходимо совмещать с наземным транспортом. Кроме того, были другие строительные проекты, однако, с нашей точки зрения, некоторые из этих проектов не соответствуют базовой политики приоритизации общественного транспорта и снижение использования автомобиля. Поэтому, на мой взгляд, существуют серьезные проблемы в том, что сейчас происходит в Москве. Я не буду слишком подробно на этом останавливаться, но я думаю, что сейчас во многих городах России существуют такие же проблемы. такие проблемы, как заторы или парковки разрешаются быстро, но эти решения неправильные, и поэтому вот теперь через 10 лет проблемы обостряются. Идем немного к такой более общей штуке, позже вернемся к проблемам Москвы. И вот давайте вообще поговорим о том, откуда берутся пробки. Вот пробки в Москве – одна из главных проблем города. Насколько я помню, жители Москвы среди пяти самых больших проблем, которые есть в городе, называют пробки. И, по-моему, они там на втором месте. Вот поговорим о том, в принципе, про теорию, откуда вообще берутся пробки, почему в городах они возникают, и как получается? Явление пробок или заторов на дорогах является очень логическим, если много людей ездят на машинах, и многие покупают автомобили за небольшое количество времени. Кто-то использует общественный транспорт, метро, троллейбус, трамвай, а если человек использует автомобиль, то он занимает гораздо больше места. И города, особенно большие, не предназначены для того, чтобы много людей ездило на машинах. Поэтому появляются проблемы, когда многие покупают автомобиль. автомобиль. И на Западе не все города через это прошли, но в 30-е, 50-е, 70-е многие люди покупали автомобили и возникали дорожные проблемы. В 60-е годы в некоторых странах был приведен ряд исследований в Франции, в Германии, в Великобритании, в США. Эксперты отметили, что как только мы расширяем дороги, то они заполняются. Как только мы строим парковки, парковки заполняются. И так далее. Так что вопрос в том, куда мы идем и каково будущее городов. Проблема пробок логична и известна. И здесь мы обсуждаем то, как помочь вам избежать ошибок, которые мы совершили на Западе. Когда начались заторы, некоторые решения были удачными и помогли изменить города в лучшую сторону. Однако в то же время было сделано много ошибок. Например, что касается расширения дорог и строительства большего количества парковок. В последние годы даже в США официально признано, что нельзя построить какие-то дополнительные дороги и парковки, и этим избавиться от пробок. Это невозможно физически, это невозможно экономически. В конце концов, это разрушает город. Таким образом, данное явление требует более широкого взгляда и внимания к цели не только снижения заторов, но обеспечения комфортной жизни. И что еще способствует увеличению количества пробок, это то, что улицы не предназначены для автомобилей и требуется периодически их перестраивать, требуется усиливать пропускную способность, но здесь тоже нужно подходить с учетом ряда параметров. Мы к этому еще вернемся. Еще один важный фактор, который способствует заторам на дорогах, это, особенно до недавнего времени, отсутствие регулирования парковки. И некоторые думают, что парковка должна быть бесплатной, это общественное пространство, что парковка не должна быть ограничена. Это совершенно наивные вопросы и утверждения. Отсутствие регулирования парковки значительно усиливает заторы. Кроме того, появляется впечатление, что нет никакого контроля. Любой человек может сделать что угодно. Никто ничего не контролирует. И год назад был сделан большой шаг, когда мэр Собянин и город ввели контролируемые парковки. Мы также чуть позже в деталях об этом поговорим. Это был очень важный шаг вперед. Еще одно явление, это взаимосвязь между личным и общественным транспортом, машинами, пешеходами и так далее. И если все эти вещи не планировать в связи, то они будут значительно усиливать пробки и заторы. Если мы посмотрим на эту картинку, она ведь из города Сиэтла, сколько я понимаю, она показывает одну из вещей, которая сильно влияет на появление пробок в городе. Я прав? Да, эти картинки просто показывают, что вы можете различными способами перевозить людей. И общественный транспорт – это компактный способ перевозки людей, в достаточной мере комфортный и занимающий минимум места по сравнению с другими. Если вы пересадите этих людей в автомобили, то эти машины, например, не перевезут столько народу, сколько здесь изображено. Поэтому в городах не хватает места для всех этих машин. И это ведет к заторам. И, кстати, небольшая деталь. Мы особенно делаем упор на то, что в машине едет один человек, потому что если в машине два человека, то это уже... Если в машине четыре человека, то они занимают в четыре раза меньше места. Так что самая большая проблема – это когда в машине едет один человек. Поэтому мы пытаемся усилить, увеличить количество людей, которые едут в машине. Вы написали из вашей книги концепцию порочного круга. Можете ли вы ее здесь объяснить, концепцию порочного круга, в высшем цирке? Это изображение показывает развитие городов и как оно меняется при увеличении количества автомобилей. Там, где вы видите, что больше людей пересели в автомобиль, это значит, что больше людей купили машину и стали на ней ездить. Когда они начинают на ней ездить, то получается, что в общественном транспорте едет меньше пассажиров, а в машинах едут больше людей, и загруженность дорог растет. И после этого общественный транспорт также количество пассажиров и замедляется в связи с заторами. И таким образом у общественного транспорта сервис падает, потому что пассажиров недостаточно. В то же время усиливается загруженность дорог. И возникает вопрос, что мы делаем с точки зрения политики, как мы вмешиваемся в ситуацию. В некоторых случаях мы решили, что у нас меньше тех, кто пользуется общественным транспортом, поэтому мы снизим его использование и сэкономим на этом. С другой стороны, у нас есть пробки, так что мы инвестируем все средства в увеличение количества парковок и расширение улиц. И в опасный феномен, который называется бесплатная парковка. Парковки не бесплатные, они субсидируются обществом на 100%. Если мы это делаем, то мы стимулируем этот цикл, и все больше людей едет на автомобиле, все больше людей пересаживаются из общественного транспорта в автомобиль. И снижение использования общественного транспорта также стимулирует дальнейшую покупку автомобилей. Это называется порочный круг, естественный круг, который ведет к увеличению и усилению проблемы. Это происходило прежде всего в США и в других странах. И синим обозначена политика. И данная политика только ухудшает ситуацию. Так что нам нужно изменить политику и понять, что если мы улучшаем ситуацию для автомобилей, по крайней мере, мы должны также улучшать ситуацию для общественного транспорта, чтобы не ухудшать порочный круг. Перейдем к московским проблемам. У нас половина транспортного бюджета города идет на строительство новых дорог и реконструкцию старых. В общем, в основном у нас берут то, что называется вылетная магистраль. Это дорога в центр города из его окраин. И делают ее, например, шире, чтобы больше машин могло проехать. Ну и делают всякие развязки, чтобы без светофора можно было переехать с одной вылетной магистрали на какое-нибудь кольцо. Как вообще практика строительства дорог для решения проблем и пробок в целом показала ли где-нибудь хорошие результаты? И вот эта практика реконструкции дорог в Москве, о которой вы знаете еще с прошлой нашей активности, это вот доклады, которые мы делали по Ленинскому проспекту и северо-западной Хорде, имеет ли это строительство позитивный эффект на городском транспорте, на вообще транспорте в городе? Это сложный вопрос. Конечно, мы не можем сказать, что нам не надо повышать пропускную способность улиц. Город растет, он активен, очень много машин, и машин увеличивается, поэтому пропускную способность нужно увеличивать. Но самое главное, насколько, как и где нам нужно строить дороги. Это очень важно. В зависимости от типа города, если это город строится с нуля, можно сеть тоже спроектировать. Если же он существующий, то нужно очень аккуратно относиться к увеличению пропускной способности улиц. Правила единого не существуют, но одно из правил состоит в том, что самые большие потоки радиальные в центр города и из центра города. Получаются кольцевые, то, что называется кольцо, да, в русском языке. В США иногда у нас два или три кольца вокруг города, и каждая из этих колец отличается от других. Даже если у вас крупный город, например, Вашингтон или Балтимор, но очень много трафика проходит в город, не заходя в его центр, тогда вы, конечно, строите кольцевую дорогу вокруг города, именно для того, чтобы не нагружать центральные улицы. Потом среднее кольцо. Это среднее кольцо обычно обслуживает различные районы, в которые поступает достаточно большой трафик, как в случае со вторым и третьим кольцом в Москве. Но очень важно, как вы его строите. Вы строите в качестве фривея, то есть автомагистрали, или строите ее в качестве экспрессовой. В английской реальности это выделенная, но не полностью отделенная от другого трафика дорога. И, наконец, у нас есть внутреннее кольцо, которое идет вокруг центра города. И, наверное, это соответствует в московских реальностях садовому кольцу. И вот именно эта дорога, она очень разрушительна, потому что она отрезает очень активную зону центра от окрестностей. И очень много машин приезжает по ней и паркуется прямо в центре города. Поэтому в некоторых городах у нас были такие ситуации. В Хартфурте, допустим, было проведено исследование, штат Коннектикут, которое показало сравнение Хартфурта в 60-м году и сегодня. Именно в Хартфурте была построена центральная кольца и в виде хайвея. Если мы сравниваем тогда и сейчас, количество жителей снизилось в центре города, количество предприятий в центре города снизилось. В три раза возросло количество мест для парковки. Но город очень разрушен. И существование, он значительно хуже сейчас выглядит, чем тогда, чем 50 лет назад. И мне кажется, что вокруг Кремля 10, наверное, полос в одну сторону. Это огромная пропускная способность. Вы фактически отрезаете Кремль от основного города. И в то же самое время трамваям общественному транспорту уделяется очень мало внимания. Необходимо сохранять человеческий масштаб, а не добавлять размер, не увеличивать ширину и так далее. Это решение о том, сколько магистралей вы делаете полностью отделенными, с какими пропускными способностями, зависит от условий в городе. Следующий момент. Как нужно построить дороги высокой пропускной способности с точки зрения того, с точки зрения землепользования? Высокопропускная дорога не должна проходить через дорог, через район с очень большим количеством населения. Это был наш аргумент против проекта с Ленинского проспекта, ширине левого Ленинского проспекта. Он проходил прямо через густонаселенный район, где люди живут, работают, там магазины и так далее. А вы прокладываете через этот район очень широкую дорогу, и это не сочетается друг с другом. В США хайвей сносят хайвей, которые противоречили жилому характеру зон, через который они проходили. Ну и последнее. Каждый такой проект должен представлять себе, что произойдет, если мы увеличим пропускную способность для дорог. Мы можем контролировать, допустим, парковку в центре и регулировать пробки таким образом. И в этом проекте необходимо учитывать общественный транспорт. И когда мы говорили о Ленинском проспекте, мы нашли там очень много точек для критики. Да, там добавлялись автобусные полосы, но больше ничего не было. И через пять лет вы увидите, что на машине стало ездить легче. Но на обоих концах этого Ленинского проспекта будут пробки. Нет стимула пользоваться общественным транспортом, потому что его качество не улучшилось. И этот порочный круг будет продолжаться. И к сожалению, я наблюдаю это в очень многих проектах. Еще одна важная концепция, о которой мы говорили раньше, это что дороги не стоит строить в центре города напрямую, а стоит строить их вокруг или в хордовых направлениях. общественный транспорт как раз должен идти в город напрямую. Расскажите побольше про эту концепцию. Потому что у нас часто как раз дороги строят в центр, а транспорт пускают по кругу. давайте я приведу один небольшой пример. В Филадельфии у нас было не так много фривеев раньше. Давайте я начну с другого даже. Понятие фривея или motorway он называется в английском автострада, в итальянском автобан, в немецком моторут, в французском это полностью выделенная автодорога с эстакадами без пересечения. В русском такого нет, к сожалению, Есть мкат, который в сущности обозначает одну дорогу. Но это понятие очень важно определить, нужна ли нам сеть фривея. Такие дороги необходимо строить в правильных местах, это первое. А во-вторых, необходимо проанализировать пропускную способность на концах этих дорог. Вы не можете просто взять построить большой фривеей и добросить его до Кремля. А откуда берется трафик и куда он денется? В Филадель? И еще одно скажу. В Соединенных Штатах Америки в 50-х, 60-х, 70-х годах в каждом городе планировалась сеть фривеев. Потому что будущее за автомобилем ведь. Людям очень нравится водить автомобили. И это такое было наивное представление. все хотят ехать на автомобилях. Да, это действительно так. Только не в заторах. Если вы стоите в пробках, то уже никакого удовольствия не приносят. Но тогда считалось, что это хорошо, и ассоциация строителей дорог, и ассоциация автопроизводителей нам проводила эту мысль, что водить машину здорово. надо однако понимать, что нельзя доехать на машине до всех точек в городе. А была сделана именно такая ошибка. Во многих городах очень много фривеев было построено. В Лос-Анджелесе, например, в Детройте, в Хьюстоне и так далее. Например, сегодня исследования, которые измеряют загруженность городов, угадайте, какие наиболее загруженные города в США. Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, именно те, кто построил большую сеть фривеев. Почему? Потому что людям понравилось, людям начали ездить над большей расстоянией, в конце концов, у них не осталось выбора. В Филадельфии у нас тоже был такой план, но в 70-е годы общественное мнение изменилось, и люди сказали, что мы не хотим в будущем только автомобилей. и во многих городах удалось вычеркнуть эти фривеи из планов. Но в Филадельфии у нас все равно несколько радиальных магистралей, и они хотели построить кольцо вокруг центра. Эта часть кольца привела бы в центр города еще 30 тысяч автомобилей. вы подумайте, если 30 автомобилей приезжают в центр, сколько вам гектаров парковки потребуется? Площадь в центре города ограничена, и вам, получается, пришлось было бы снести весь центр Филадельфии, чтобы построить парковку. Были очень большие обсуждения, и нам удалось добиться отмены проекта таких фривеев, и город совершенно прекрасно живет и без них. Теперь, в последнее время, некоторые проекты подразумевают увод эстакад в тоннели, а некоторые эстакады даже полностью сносятся. мы все больше переходим к компромиссу между автомобильным трафиком и городом. Еще один момент. Мы не работаем только над увеличением скорости движения. Мы обращаем внимание на безопасность, потому что 40 тысяч людей гибли в ДТП в Америке. Это невероятное количество. и мы очень много занимаемся безопасностью, снижаем скорость, в том числе в городских условиях. Мы стремимся разделить высокоскоростные потоки с помощью разделительной полосы. Разделительная полоса всегда хорошо, но даже если у нас есть один или два метра между полосами встречными движениями, мы ставим там физический барьер. Таким образом мы устраняем саму возможность лобовых столкновений. К сожалению, я сегодня об этом узнал, в Москве некоторые разделительные полосы убираются. Вы 6-ти или 8-ми полосную дорогу превращаете в 10-ти, 12-ти полосную дорогу безразделительной. Это с точки зрения безопасности неверно. для людей сразу же меняют город. Приятно ли переходить дорогу 10-ти полосную, пытаясь остаться в живых? В чем вообще цель этого? Поэтому некоторые вопросы проектирования тоже важны. Я не даю простых решений, это нельзя делать, это можно. Там очень много параметров, которые необходимо оценивать. Я просто накидываю мне некоторые соображения, которые нужно понимать. С другой стороны, общественный транспорт, благодаря высокой пропускной способности, должен быть в прямом контакте с областями, где активная деятельность. И общественный транспорт поддерживает эту деятельность. И кроме того, в общественный транспорт можно попасть пешком. Поэтому общественный транспорт с точки зрения логики должен обслуживать центр. А дорожные транспорты должны обслуживать больше территорий вокруг города. И в европейских городах, в Мюнхене, в Осло, так и сделано. И это очень удобно для жизни города. в Мюнхене раньше центральные улицы были очень сильно загружены. А теперь это одна из наиболее привлекательных пешеходных зон среди других европейских городов. Перейдем к моей любимой теме. Это платные парковки. У нас в Москве недавно были введены платные парковки. Когда вы проезжали в прошлый раз, они как раз только-только появились внутри бульварного кольца. Сейчас они уже внутри Садового кольца. И я надеюсь, что скоро они выйдут за пределы Садового кольца. Вот я недавно просил встроить в Щукино платные парковки уже наконец в том районе, где я депутатствую, потому что никак невозможно жить без них. На самом деле, действительно, вокруг станции метро они были бы там очень уместны. Но не касаясь Щукина, в общем, не касаясь Щукина, вот дискуссия про платные парковки была у нас очень жесткой. И голоса тех, кто пытались противостоять этому нововведению, были очень слышны. Проходили даже митинги, у нас есть через четыре слайда, сейчас мы покажем. картинка митинга, вот можно увидеть. Действительно, вот собрались люди, хватит платить за воздух, мы не понимаем, за что тут платить, мы хотим, чтобы у нас все было бесплатно. Что вы думаете насчет платных парковок, правильно ли их делать в центре города, правильно ли расширять их за пределы центра, и что вы сказали бы вот этим людям, которые устраивают митинг? Те, кто выступают против платных парковок, это те, кто не хотят много платить ни за что. На самом деле, если мы любого человека спросим, вы хотите платить или нет, любой человек ответит нет, но если мы возьмем последствия, если мы понимаем сложность проблемы, мы понимаем, что такой подход наивен и не оправдан. И, например, наши бабушки и дедушки использовали лошадей, и для того, чтобы поставить лошадей в стойло, люди должны были платить. И это всегда было так. Тот факт, что это общественное пространство, улица, не значит, что мы можем делать все, что хотим. И еще несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге, если вы занимаете парковочное место в центре города, то вы там стоите круглые сутки и занимаете все место. И как существовать город с 5-миллионным населением и бесплатными парковками? И поэтому мы все на самом деле взаимодействуем с дорожным движением. Когда мы утром едем и загруженность не очень большая, то мы не особенно взаимодействуем с другими участниками движения. Но затем все больше участников движения, и в какой-то момент наступает затор и пробка. Я был шокирован, когда мне нужно было переехать мост около Кремля, и я провел в машине 45 минут, и потом я сказал, все, хватит, я быстрее дойду пешком до своей гостиницы. Так что, когда начинается затор, то мы все больше давим друг на друга, и нам необходимо ввести плату, для того, чтобы регулировать эту ситуацию. Платные парковки экономически оправданы. это абсолютно необходимо, если вы не хотите, чтобы был полный хаос. На самом деле, никакие другие меры по-настоящему не будут работать в этом случае. Так что, это экономически оправдано, а также это один из немногих способов, которые помогают перенести социальные затраты на человека, который вызывает эти затраты. В городском транспорте основная проблема состоит в том, что стоимость того, что вы едете на машину, она очень небольшая в плане бензина. Вы очень мало платите за километр, даже если на самом деле стоимость достаточно высокая. Затем вы платите за парковку, а есть и другие затраты. То, что вы заплатили за плюс техобслуживание в год, это гораздо большая стоимость за километр, а затем стоимость заторов, которые вы также навязываете другим и окружению. Затем стоимость в плане экологии, загрязнения, стоимость негативного влияния автомобилей на город. Все эти затраты очень высоки, однако мы их не рассматриваем, когда отвечаем себе на вопрос, воспользуюсь ли я машиной сегодня или нет. Мы только учитываем затраты на бензин и на парковку, а остальное мы считаем фиксированными затратами. Затем мы считаем сколько стоит поехать на троллейбусе или на метро. И иногда кажется, что дороже поехать на метро, чем на машине. Это абсурдно, но так кажется, потому что большинство расходов фиксированы, и мы их не рассматриваем. Мы основываемся на 10% общей стоимости и принимаем решение о том, каким видом транспорта воспользоваться. Разумеется, в связи с этим спрос на автомобили велик, и в связи с этим нам мы субсидируем остальную часть. И таким образом платная парковка часть социальных расходов переносит в прямые затраты. кроме того, в крупных городах отмечается, что нужно ввести еще больше затрат для того, чтобы действительно отражать ситуацию. В США мы снижаем так называемую бесплатную парковку, и мы взимаем стоимость и плату за ежедневную парковку. Кроме того, мы хотим, чтобы стоимость страховки также исчислялась в километрах, а в крупных городах и хорошо спланированных городах было принято решение с 1970-х годов введения платы за пользование дорогами. Впервые это было введено в Сингапуре и значительно позже в Осло, Стокгольме, Лондоне, и мы к этому приблизились также в Нью-Йорке. Разумеется, некоторые лоббисты выступают против этого. Почему? Потому что они зарабатывают деньги на плохом функционировании нашей системы. Плата за пользование дорогой может использоваться не только для того, чтобы заработать дополнительные деньги и для того, чтобы улучшить общественный транспорт и улицы, но кроме того, это механизм контроля против пробок. В Сингапуре если вы въезжаете в центре города, вы раньше платили, вы платите определенную стоимость, и много появилось контрольно-пропускных пунктов, на которых они измеряют скорость движения. Если скорость движения слежается, значит, появляются заторы, усиливается загруженность. Тогда они повышают стоимость, тогда люди некоторые перестают пользоваться автомобилем, и загруженность снижается. Если же трафик быстрый, то они сокращают плату, и движение по-прежнему менее загруженное, но в центр пускает больше людей. это механизм контроля над пробками и механизм повышения качества транспорта в городе. И мнение о том, что не нужно вводить оплату за парковку, недальновидная, а в Сингапуре гораздо более длинновидная политика, чем в Буэнос-Айресе или в других городах, где нет такого контроля. Интересно. Если мы говорим про парковку, вот у нас раньше до того, как платные парковки были, ситуация на улицах была примерно вот такая. Можно посмотреть, парковки везде, на тротуарах, вторым рядом, просто сплошные. И когда обсуждались платные парковки, это же ведь имелось в виду, что можно будет только в один ряд парковаться, а не в четыре. И люди начинали спрашивать, подождите, куда же они все денутся? Где же будут люди парковаться? Как же теперь быть, если мы ведем платные парковки? И вот их ввели, и все куда-то делись. И вот теперь идешь по центру, а там не в четыре ряда, а в один все припаркованы, а то и вообще одна сторона улицы свободна. и куда-то все делись. Куда они все делись? Где теперь эти машины? Почему у нас нет социального взрыва, как нам говорили, что вот мы сейчас запретим парковаться в четыре ряда, и у нас будет социальный взрыв, людям некуда будет девать машину. Как это вообще работает? Есть ли международный опыт таких изменений похожих, что куда-то все раз и делись? Прежде всего, я должен сказать, что до последнего года, когда парковка никак не контролировалась, городские проекты провели исследование Тверской улицы, и показали, что на коротком участке Тверской улицы 46 автомобилей создают проклем для 1750 человек, и они парковались на тротуаре, и мэр увидел ситуацию и принял логичное решение. И так, что же теперь происходит с людьми, которые больше не паркуются? И надо сказать, что не только в Москве и в Петербурге люди паркуются на любом свободном клочке пространства. то же самое происходило в 70-х годах в Австрии. в центре города рядом с оперой все пространство было занято машинами. В Зальцбурге есть большая площадь, площадь Моцарта с памятником Моцарту. Моцарта нельзя было увидеть припаркованных машин, можно было только заметить его голову где-то вдалеке. Неаполь ужасная ситуация. Затем Вена построила ряд гаражей вне центра ввела плато способствовала развитию общественного транспорта и пешеходных зон. И теперь если вы поедете в Вену вы увидите что это замечательный город. Затем в Неаполь пришел мэр который был очень энергичным и очистил все это пространство. Куда деваются эти люди Макс? Я говорил с одним мужчиной он сказал я здесь с своими родителями у нас три машины и мы их везде здесь парковали а теперь мы платим за парковку одной машины в гараже а две другие мы продали и пользуемся общественным транспортом. Таким образом наступает вот такой этап люди начинают приспосабливаться к альтернативным способам или же платят за парковку машины в гараже и результат гораздо лучше. То же самое касается пешеходных улиц мы будем об этом говорить через несколько минут но также интересный пример Сан-Франциско когда Америка находилась на том этапе что все строили фривей Сан-Франциско тоже строились фривей и одна из один с фривеев был двухуровневым он шел вдоль побережья вдоль залива прекрасный Сан-Франциско и он был отделен от побережья двухуровневым двухуровневым фривеем когда они построили первый участок люди вышли на улицу и увидели что все здания фактически разделены на несколько частей двухуровневым фривеем все увидели и начали обсуждать строительство было остановлено планировалось построить этот фривей вокруг всего города и была дискуссия сносить или нет долго спорили в 89 году было небольшое землетрясение этот фривей немножечко пошел трещинами и в итоге решено было снести поэтому это хорошее последствие землетрясения было теперь этот участок снесен и все здания видны и город стал существенно лучше некоторые другие фривеи после того как их снесли все стали думать что же мы сделаем с трафиком нужно как-то расширять улицы или еще что-то в понедельник после сноса началось движение и как-то все само собой регулировалось люди нашли дорогу люди начали ездить другими маршрутами люди пересели на общественный транспорт некоторые конечно улучшения могут быть сделаны однако их нужно хорошо планировать сейчас на улицах москвы вместо парковки на обеих сторонах или парковки в два ряда можно вообще запретить парковку и все нормально останется в москве следующая тема выделенные полосы у нас сейчас дискуссия по поводу выделенных полос в городе они были введены примерно три года назад если я не ошибаюсь а сейчас постепенно выводится все есть большое политическое давление ну и политическое общественное давление что эти полосы они мешают из-за них большие пробки зачем они нужны в этих троллейбусах никто все равно не ездит и автобусные полосы постепенно по одной убирают некоторые остаются но уже много полос мы потеряли почему вообще важны автобусные полосы как они работают и стоит ли их снимать или может быть стоит наоборот их расширять и делать их больше выделенные автобусные полосы самым важным элемент уровня обслуживания общественного транспорта это отделение от другого трафика если приоритет C дан общественному транспорту когда он движется в общем потоке то автобусы и троллейбусы стоят в общих пробках если это у нас допустим трамвай который проходит по разделительной полосе выделенной полосе то это приоритет B когда он пересекается с остальным трафиком только на перекрестках и этот приоритет B может быть очень эффективным особенно если мы сочетаем его с интеллектуальными светофорами которые до сих пор неизвестны в России конечно самое лучшее если мы можем полностью отделить общественный транспорт от другого трафика это допустим пример метро в метро в Москве метро очень эффективно но для других городов это не панацея в Москве конечно нужно метро расширять но его нужно дополнять трамваями троллейбусами и автобусами что не так с автобусными полосами ну автобус один проехал и потом минуту две минуты автобуса нет и потом следующий автобус получается что ну она же не используется давайте будем использовать но если мы будем ее использовать для общего трафика мы потеряем тем самым надежность общественного транспорта его регулярность поэтому мы не можем сказать что где-то свободное пространство давайте быстренько заполним его машинами и здесь у нас важный вопрос принципиальный вопрос почему у нас так много трафика это для перемещения машин автобусов троллейбусов с точки а в точку б или чтобы перемещать людей с точки а в точку б я думаю что скорее всего ответ второй люди хотят перемещаться а не машины хотят перемещаться из одного пространства машины перемещаются потому что нам нужно куда-то добраться как мы измерим преимущества мы измеряем эти преимущества по машинам или по людям конечно по людям тогда почему один автобус мы расцениваем как одно транспортное средство точно так же как один частный автомобиль а в автобусе 40 60 80 100 людей а в машине в среднем 1,3 человека находятся если мы возьмем это количество людей мы сразу видим что ситуация совершенно другая нам нужно предоставлять приоритет общественному транспорту и это оправдание существования автобусных полос большое преимущество что мы эти автобусные полосы можем использовать и для машин и для автобусов так называемые гибкие автобусные полосы но это и проблема потому что пустая полоса провоцирует водителей на то чтобы сказать что нужно по ней ездить на автомобилях тоже и в очень многих случаях в парламенте города депутаты голосуют за использование автобусной полосы для автомобиля или даже в суде такое решение выносится судья совершенно ничего не понимает в городском транспорте он делает абсолютно неверное решение оно логически неверное потому что он считает транспортные средства а не людей которые едут в этих транспортных средствах в этом проблема вторая состоит в том что некоторые люди принимающие решения о том сохранять ли автобусную полосу они никогда не ездят на автобусах они они даже не сами ездят на машинах их водители возят поэтому люди которые принимают решения они конечно настроены не объективно относительно общественного транспорта конечно некоторые мэры городов например Блумберг в Нью-Йорке они используют общественный транспорт или губернатор Бостона он ездит на легкорельцевом транспорте и он прямо с обычными людьми ездит он понимает то есть в этом опасность мы принимаем политические решения по автобусным полосам или они собирают людей которые выходят на манифестации и говорят что нам нужно использовать эти автобусные полосы а другую эту сторону они спрашивают именно поэтому улучшение трамвая оптимальное улучшение это повышение его уровня до легкого рельсового транспорта выделение его вон полосы если у него отдельные рельсы для легкого рельсового транспорта то физически невозможно обсуждать как мы можем открыть эту полосу для движения автомобилей просто потому что негде более узкая тема московский троллейбус у нас самая большая в мире троллейбусная система в городе у нас троллейбусные провода висят практически везде и троллейбусы ходят по всему городу и в центре и на окраинах и в пределах третьего кольца и около мкада и даже замкад выезжают очень много троллейбусов однако и люди и политики часто говорят о том что троллейбус это прошлый век что он никому не нужен и что надо его убирать и недавно даже всерьез рассматривался вариант убрать троллейбус с бульварного кольца в москве для того чтобы сделать там велодорожки что вот типа столбы мешают велодорожкам и надо убрать троллейбус спустить местный автобус и сделать велодорожки вместо троллейбуса ну и вообще мы в городских проектах получаем примерно раз в два месяца разнообразные копии писем которые циркулируют внутри транспортных департаментов где написаны очень разные причины по которым надо избавиться от троллейбуса в городе то вот велодорожки то еще что-то то провода старые то в пробках он много стоит то еще что-нибудь и пытаются всячески объяснить людям вообще многие люди считают что троллейбус это действительно какая-то ненужная штука прошлый век и непонятно зачем он нужен вот что что вы думаете насчет троллейбуса какие у него если его сравнить с автобусом плюсы и минусы и стоит ли нам в Москве постепенно избавляться от нашей троллейбусной системы которая сейчас самая большая в мире мне кажется что троллейбус конечно не из прошлого потому что электрический общественный транспорт имеет большие преимущества по сравнению с бензиновым транспортом бдительным транспортом троллейбус трамвай легкий рельсовый транспорт метро и электрички они все значительно имеют большие показатели производительности по ускорению по замедлению они не вызывают никаких загрязнений они стали значительно более эффективными из-за технологии рекуперации энергии при торможении то есть технически оснащение очень хорошее конечно им нужны провода что иногда считается отрицательным фактором мне я не сказал бы что существуют большие здесь с этими проводами конечно некоторые части контактной сети могут требовать реконструкции но здесь уже очень хорошо развит сеть с другой стороны имидж общественного транспорта очень важен видят ли люди где проходят маршруты общественного транспорта и этот имидж очень сильный если у вас есть метро со станциями если очень сильно если есть легкий рельсовый транспорт маршрут же троллейбуса маркируются контактной сетью конечно они загораживают вид но они дают понять где проходит маршрут физически троллейбус также является самым тихим видом транспорта и новые автобусы иногда говорят что они очень тихие да попробуйте послушать автобусы троллейбус до сих троллейбус существенно тише чем автобус автобус еще и вызывает загрязнение этот имидж и комфорт поездки заставляет пассажиров предпочитать троллейбусы автобусы сеть которая есть в москве дает очень много преимуществ как мне кажется и имидж троллейбусной сети все больше становится очевидным и во многих городах которые перешли скорее на автобусы так называемый бас бас рэпид транзит они полосы по которым ходят автобусы специальным образом промаркировали чтобы дать людям представление о том где проходит маршрут а здесь этот имидж это представление о том где проходят маршруты уже есть и этот фактор не надо забывать мне кажется это очень здорово если у вас есть троллейбусы на особых полосах то их имидж их инаковость может быть сохранена кроме того эксплуатация троллейбусов дешевле чем автобус это другой аспект поэтому плюсы и минусы конечно есть но разрушение такой большой сети на садовом кольце существенно повредит всей сети и мне кажется что будет больше отрицательных чем положительных эффектов от этого интересно по поводу вот конкретно этого вопроса о снятии троллейбуса с бульварного кольца для прокладки там для прокладки там велодорожек вот снятия с бульварного кольца это что иначе в этом смысле никакого нет заменять троллейбус велосипедом велосипед я всю свою жизнь выступаю за велосипедное движение и в Гамбурге допустим разрабатывали сеть но с этим нужно быть очень осторожным потому что существенное количество велосипедистов они зачастую поступают не очень рационально в Филадельфии вы предоставили им очень много дорожек но я даже очень скептично к этому отношусь если у нас 50 велосипедистов используют эту полосу а по ней могло бы проехать 100 автомобилей то тут тонкий вопрос а зачем заменять троллейбусами велосипедами соотношение шаг назад будет еще хуже велосипедная дорожка шириной должна быть метр полтора но не больше следующая тема это оттянутые развороты ну это на самом деле часть такой штуки которую мы в городских проектах называем хуснулизация города у нас есть вице-мэр по строительству и градостроительной политике который он и его другие департаменты считают что дороги должны быть без светофоров и что если вот в том что вылетные магистрали и хордовые и кольца и что если светофор мешает вот пересечение двух дорог имеется и там есть светофор то его можно просто убрать а весь трафик отправить вокруг и сейчас вот примерно вот это будет происходить вот так да то есть у нас есть обычный левый поворот для троллейбусов а мы запускаем это все дело вокруг и они едут дольше мы сегодня с вами были в таком месте на соколе которое как раз изображено тут где троллейбусы уже отправлены и мы покатались на этих троллейбусах вокруг и посмотрели все но это не единственный пример то есть в городе таких примеров много вот например 6 и 43 троллейбус 4,5 километра едут вокруг чтобы повернуть налево от сокола и вот там другой автобус идет 2,5 километра чтобы развернуться и вот сейчас мы еще несколько примеров пролеснем вот например на садовом кольце раньше троллейбус на троллейбус сходил прямо вот по Долгородскому Алдмитровке а теперь он должен ехать вокруг через триумфальную площадь и сделать километр круг и 2 километра в другую сторону ну и вот еще несколько примеров сейчас мы быстро перелистнем то есть некоторые из них сделаны давно еще при прошлом мэрии а некоторые из них делаются и сейчас например при реконструкции северо-западной хорды на Соколе где мы сегодня видели еще несколько мест будут вот такими и это такая вообще практика общепринятая в Москве сейчас то есть городские власти считают что это правильно хорошо для города что вот все ехали без светофора не надо останавливаться ну а троллейбус и вообще транспорт он может и съездить на оттянутый разворот ничего страшного что вы думаете насчет такой практики и вот я думаю это комбинация целого ряда серьезных ошибок одна как я понимаю мэр Лужков думал что светофоры мешают только потому что нужно останавливаться и ждать пока переключится сигнал Лужков возможно был экспертом во многих вопросах но не в планировании дорожного движения говорить что светофоров не должно быть это как возвращаться в 1930 года когда люди проектировали системы с огромным количеством развязок и оттянутых поворотов и без светофоров существуют места где есть постоянный поток и количество развязок значительно увеличено их в странах но это делается для хайвеев и этого делать нельзя и опять же в США мы используем развязки но это используется для незагруженных участков и для кольцевого движения но если есть большая развязка и закрывать одну улицу чтобы там не было светофора и если ради того чтобы развернуться нужно ехать 4 километра это очень неэффективно и это прибавляет количество километража и это скорее задерживает людей чем ускоряет их движение это ускоряет движение для тех у кого нет светофора но зато сильно замедляет его для остальных и кроме того такое изменение это наименее эффективное изменение которое можно только придумать и это даже противоречит основной политике Москвы что мы должны улучшать общественный транспорт и делать его более конкурентоспособным так что эти оттянутые развороты совершенно неприемлемы я думаю что однажды их совсем забросят потому что это просто контрпродуктивно общественный транспорт должен ехать прямо а не с огромным количеством разворотов и возвратом в одну и ту же точку кроме кроме того со времени советского союза планировщики дорожного движения считали что они сделают все что смогут с метро трамваем автобусами но пусть люди пройдут если нужно пройти подольше это время сегодня многие люди думают купить ли им машину если им нужно допустим 19 минут на машине для того чтобы куда-то доехать и 72 минут для общественного транспорта чтобы куда-то доехать конечно они выберут автомобиль сегодня у нас конкурентная ситуация и нам необходимо предоставить качество чтобы привлекать людей к общественному транспорту а скорость это очень важный показатель так что отношения что неважно сколько времени занимает поездка на общественном транспорте совершенно нерелевантно сегодня потому что сегодня мы конкурируем с автомобилями поэтому мы сейчас изучаем общественный транспорт различные показатели так вот скорость очень важна почему потому что если скорость выше вам нужен транспортных средств если вы ускоряете метро то вы можете сэкономить два поезда это поможет вам экономить миллионы долларов в год так что скорость очень важна это очень важно для экономики это важно для эксплуатационных показателей это важно для экономии времени пассажира и в целом для привлечения пассажиров если общественный транспорт медленный то вы теряете пассажиров чем больше вы их потеряете тем меньше будет маршрутов общественного транспорта и вы уходите в порочный круг таким образом такое отношение должно быть фундаментально изменено и необходимо помнить что людям не все равно сколько времени занимает поездка на транспорте сейчас мы быстро пробежимся по нескольким вопросам которые актуальны были у нас в городе за последнее время которые широко обсуждались и попробуем узнать ваше мнение первый вопрос это стоимость проезда в метро и вообще в транспорте стоимость проезда в метро у нас не повышалась три года вот сейчас четвертый год пошел когда не повышается стоимость проезда если брать билет на 10 поездок например но в конце этого года было введено изменение стоимости билетов на одну поездку то есть если вы купите билет на 10 поездок то одна поездка обойдется в 28 рублей а если вы купите билет на 10 поездок, то тогда стоимость одной поездки обойдется в 28 рублей, как она всегда и была. То есть, если раньше можно было купить билет на одну поездку за ту же стоимость, за которую и на 10, то теперь, если вы хотите одну поездку, то надо платить аж целых 40 рублей. В СМИ и многими людьми, не согласными с действиями московской власти, это дело было предподнесено как увеличение цены на 30%. Безобразие, что такое, как же такое резкое повышение цены. Мэрия объясняла это изменение тем, что они хотят снизить нагрузки на кассовые залы, что в кассы большие очереди, и 80% примерно от людей, которые пользуются кассой метрополитена, они покупают билет на одну поездку. И они решили таким образом сделать так, чтобы люди, покупали билеты на большее количество поездок, и не было такой большой нагрузки на кассы, а также, чтобы дорогостоящие билетики бесконтактные не использовались только один раз. Стоимость одного просто самого билетика – это 5 рублей, и плохо, когда они используются на одну поездку. Это была аргументация мэрии. Люди, однако, с этим долго были не согласны. У нас месяц примерно тут все бурлило, прям вот все кричали, там требовали головы Лексутова срочно, чтобы он ушел в отставку. Потому что, как же так, повышение цены сразу на 30%. Что вы думаете насчет такой практики, повышения цены, резкого, большого повышения цены на билет, на одну поездку именно? Мы здесь затрагиваем два вопроса. Первый вопрос – это структура билетов и сколько у вас категорий билетов? Второй вопрос – это общий уровень тарифов. Что касается уровня тарифов, в целом более желательно, чтобы были регулярные, но умеренные повышения тарифов с инфляцией, чем отсутствие повышения, а затем резкое повышение на 25-30%. Поэтому, если в 3-4 года не было повышения, я думаю, что умеренное повышение оправдано. Что касается структуры тарифов, мне странно, что у вас так много билетов на одну поездку. И зачем вы так же покупаете в кассе у человека? Их можно покупать в автоматах, и нет никаких проблем. Многие города реструктурировали тарифы, и у вас есть скидка, если вы покупаете больше билетов, у вас есть скидка или безлимитный билет на определенное количество времени. Это общая тенденция. И во многих городах была такая ситуация, когда люди были шокированы резким увеличением цены на билет на одну поездку, и не понимали, почему это происходит. Возможно, это делалось резко, но это оправдано, и это общемировая тенденция, что у вас есть скидка, если вы покупаете билет на несколько поездок или на определенный период времени. И если вы покупаете месячный билет, то таким образом у вас нет больше повода использовать автомобили, и таким образом вас поощряют к использованию общественного транспорта. И я думаю, что оба эти нововведения оправданы, и я бы защищал господина Аликсутова в этой ситуации. Возможно, конечно, надо было не сразу вводить эти вещи, а одну за другой. Я бы пытался защищать господина Аликсутова и мэра. У меня немножко мои друзья по политической деятельности были немножко недовольны такой моей позиции, но мне тоже так тогда показалось. Следующая тема – турникеты. Турникеты в транспорте. Мы сегодня только ездили на троллейбусе и наблюдали вот такую ситуацию. Это толпа людей, которые… Вы наблюдали ее и в прошлый раз, когда были здесь. Это толпа людей, которые стоят перед входом в трамвай, причем или там троллейбус, причем иногда даже длинный троллейбус с четырьмя дверьми, а все стоят в первую в очереди, потому что в первой двери стоит турникет. Значит, Мосгортранс… Это дело у нас уже много лет и как-то вот все привыкли и вроде бы все нормально. Мосгортранс провел эксперимент на 17 маршруте трамвая, где посмотрел, что может быть, если убрать эти турникеты. И обнаружилось, что скорость транспорта увеличивается на 54 процента скорость движения транспорта. Ну там, кроме того, что убрали турникеты, еще чуть-чуть поднастроили светофоры. Но для того, чтобы они пропускали трамвай быстрее, но в основном это был эффект от убирания турникета. Была остановка станции метро Бабушкинская, где трамвай стоял пять минут для того, чтобы люди могли в него войти, выстрелилась очередь, и даже не всегда все успевали войти. А когда сняли турникеты, то в течение одной минуты во все двери все спокойно входят. Однако доходы Мосгортранса от этого маршрута снизились на 13 процентов, потому что люди стали ездить зайцами. И Мосгортранс сказал, что эксперимент не удался. Вначале не хотели даже на 17-й трамвай вернуть турникеты, потом на 17-м они оставили, и там теперь турникетов нет. Но дальше они снимать турникеты не планируют. Они говорят, что это хорошая практика, так и надо оплачивать проезд. Вот что вы думаете насчет этой практики, правильно ли так делать систему оплаты проезда, и как можно делать по-другому, если нет. Турникеты в общественном транспорте я видел в одном или в двух южноафриканских городах, но больше, пожалуй, нигде. Это опять же тот показатель, который был введен после того, как мы отказались от измерения скорости общественного транспорта на улице. Если вы повысите скорость общественного транспорта и снизите время в пути на 10-15 минут, это сэкономит вам несколько трамваев, которые вам не придется выпускать маршрут. Они будут ездить с большей частотой, и это опять миллионы в год. Миллионная экономия в год. Вы можете обеспечить большую регулярность обслуживания с теми же самыми затратами. А для общественного транспорта, для пассажиров, скорость, точнее, не низкая скорость, это катастрофа. Та самая философия, которую я уже упоминал из советских времен. Мы будем предоставлять общественный транспорт, что люди все равно подтянутся и будут его использовать. Нет, не будут подтянутся, потому что у людей теперь есть выбор. И очень сложно рассуждать, сколько есть способов взимания оплаты проезда, но наличие четырехдверного или восьмидверного трамвая или сочлененного автобуса с несколькими дверьми, и чтобы при этом люди втискивались в этот трамвай через одну дверь на протяжении нескольких минут, абсолютно недопустимо, абсолютно разрушительно для всех. Есть очень много показателей, которые это доказывает. Если они говорят, что 12% доход уменьшится в этой системе, это не так. Я видел, что здесь люди проходят по двое в турнике, а здесь тоже все не идеально. Эти 12%, которые вы потеряете, они окупятся многократно за счет использования меньшего количества трамваев, меньшего количества водителей, за счет того, что больше людей будут пользоваться. То есть эти 12-13% ими практически можно пренебречь. Можно посмотреть на эти цифры, которые сейчас на экране. Как было с турникетом и как стало без турникета. На 54% увеличилась скорость. В действующей хорошей системе транспортной, чтобы увеличить скорость на 54%, надо чуть ли вообще не все движение перекрыть. Насколько я знаю, чтобы увеличить скорость на 5% в развитых городах, делают очень большие изменения в структуре дорог, меняют светофоры так, чтобы они были направлены в сторону движения общественного транспорта и так далее. А здесь на 54% просто убиранием турникетов. Мне эти цифры кажутся просто... Как увидев такие цифры, можно не снять сразу все турникеты? А вы что о них думаете в этих цифрах? Я не был здесь в 60-70-х годах, но я представляю себе, какая система здесь была. Попробуйте поехать в Сингапуре. Есть совершенно разные возможности взимания оплаты. И гибкие системы взимания оплаты по станциям и так далее, и так далее. Любая из этих систем, я вам гарантирую, будет существенно быстрее, чем эта. Если я вижу 40-50 людей в очереди, которые стоят и ждут очереди на вход в длинный трамвай, это идиотизм, это совершенно неприемлемо. Следующая тема. Бирюллёва. Ну, нет, не то, что вы подумали, а трамвай. У нас есть такой район Бирюллёва. Он очень изолирован от остальной части города с помощью магистрали и железнодорожной пути. Внутри него нет станции метро, из него очень сложно выбраться. Надо ехать на автобусе и стоять в пробке. Ну, если, да, уж кто-то собрался выбраться. А тут пришла мэрия, значит, с господином Лексутовым и компанией. И говорит, давайте-ка построим там, значит, трамвай. Значит, жители Бирюллёва как-то не поняли такой инициативы, какой-то там трамвай непонятный, что вообще за дела. И взяли и отклонили его на общественных слушаниях. Если мы посмотрим на эту карту, то здесь вот есть Бирюллёва восточная, а здесь западная или наоборот? Наоборот, да? Короче, тут есть одно Бирюллёва, а тут другое. Вот это Бирюллёва, оно сказало, что трамвай нам не нужен. У нас тут гаражи снесут, и что-то нам шумеет, у нас тут под окном будет нафиг никакого трамвая. А это Бирюллёва и вот этот район сказали, что трамвай нам нужен. Давайте нам сюда трамвай, хорошо, у нас нет метро, мы хотим на нем ездить, будет быстро. Проект был поэтому изменён, и вот здесь вот трамвай отрезали, и теперь он в это Бирюллёва не поедет, они там будут дальше жить без трамвая. А, значит, вот тут он не будет, если я правильно помню. Вот, исключили его только здесь. Это всё произошло на публичных слушаниях. Ну, то есть, пришёл в зал из 400 человек или 300. В основном, очень много там пришло людей, которые владели гаражами, которые предполагалось снести для строительства этого трамвая. Они, значит, там накрутили всех остальных жителей, и все пришли, возмутились, говорят, не надо нам трамвая, и теперь трамвая там не будет. Как вы считаете, вот когда так реагирует население, что с этим делать? То есть, не строит ли трамвай в этом районе, и теперь всё, население пострадает из-за того, что вот здесь произошла такая ситуация на общественных слушаниях, они будут ездить на маршрутках, да, а эти будут на трамвае. Или стоит, может быть, не слушать общественные слушания и не слушать возмущающихся граждан, и всё равно строить трамвай, даже если люди против. Или, может быть, как-то стоит им по-другому объяснять, хотя там объясняли довольно подробно. Вот что вы думаете насчёт публичных слушаний, недовольства граждан, «not in my backyard» так называемая штука, да, которая часто в таких вещах присутствует, и вот трамвайного строительства. Мне кажется, что обсуждение с общественностью очень важно, но общественность нужно хорошо информировать, и надо приводить профессиональные причины за и против, а не вот эту концепцию, только не в моём дворе. Если мы будем следить только за собой, мы никогда ничего и нигде не построим. Отсутствие понимания того, что такое лёгкий рельсовый транспорт, здесь очень серьёзен. Я рад, что чиновники из департамента транспорта, из мэрии действительно анализируют лёгкий рельсовый транспорт, они общаются с другими городами и так далее. Кто говорит, что трамвай шумный, он не видел современных трамваев, которые были построены за последние 50 лет. И ваши трамваи, троллейбусы и автобусы, они во многих аспектах действительно соответствуют уровню 50-х годов. Некоторые, конечно, транспортные средства лучше, все трамваи практически старые, у вас нет зачленённых трамваев, и люди есть, которые против существующих трамваев, то есть они ещё живут до 50-х годов. И необходимы существенные, серьёзные усилия по улучшению общественного транспорта, уличного общественного транспорта. Потому что даже вне метро происходит очень много перемещений и по земле. В том, что касается людей, которые протестуют. У нас были случаи, например, в Джорджтауне, в Вашингтоне, такой район, современные молодые люди, прогрессивные, сказали, что нам не нужно метро. И они говорят даже, что это такие расистские вещи, но мы не хотим, чтобы эти люди приезжали к нам. Никто не говорит, какие люди, но просто не хотим. А метро построилось, и метро действительно сделали чудеса, и люди в Джорджтауне плачут. Почему у нас нет этой линии? Ну, они сами не захотели. То же самое в Бергене было, в Норвегии, где вложена лёгкая рельсовая линия, а некоторые сказали, нет, это будет шумно, не хотим. Они построили линию, и она получила общемировую награду за лучшую лёгкую рельсовую ветку. Она настолько популярна, что люди бьются за продление линии в свой район. И пешеходные улицы, я чуть-чуть изменю даже тему, то же самое. Пешеходная зона, это не то, что мы должны использовать везде. Надо смотреть ширину, длину, сколько там развлечений и так далее. Но в очень живых районах, в очень многих городах, центр совершенно преобразился от автомобильной атаки, которая терроризировала его в течение 40 лет. Люди теперь гуляют по пешеходным зонам, по пешеходным улицам, и по пешеходным сетям. И пешеходные зоны, против них всегда практически протестуют владельцы магазинов. Они считают, что они потеряют клиентов. Они считают, что эти два парковочных места перед магазином, это то место, которое приносит им весь доход. А это же не так. Поэтому, когда они открывают пешеходную зону, обычно в худшем случае, некоторые владельцы говорят, ну ничего. Но в большинстве случаев они очень рады этому. Поэтому, действительно, надо информировать общественность и продвигать эти решения. То, что с трамвайными линиями, надо постоянно объяснять и рассказывать. Почему? И рассказывать, что люди остались на 50 лет, что здесь не бывает ничего тише. Легкий рельсовый транспорт на пешеходных зонах тоже очень здорово. И это подчеркивает необходимость информирования. Кого нужно информировать и насколько. Вы видите, насколько сложен городского транспорта. Мы говорим о том, какой город нам хочется иметь, какие у нас финансы, какой бюджет, какие виды транспорта. Есть разные интересы. Есть высокоскоростной трафик в жилые зоны с другой стороны и так далее. Нам необходимо понимать друг друга. Во-первых, политики должны понимать проблему, плановики, люди, занимающиеся транспортным планированием, но и общественность тоже. И поверьте мне, из моего опыта я могу сказать, если я езжу в Мюнхен, в Тюрих или в Осло и спрашиваю, почему это закрыто, почему сделано так? Они ответят, люди прямо на улице ответят, что мы сделали это для того, чтобы сделать наш город устойчиво развивающимся. Люди прямо понимают. К сожалению, в других городах, например, в Филадельфии, если я разговариваю с людьми, люди не знают вообще, о чем я говорю. То есть я не недостаточно сделал для того, чтобы информировать людей из Филадельфии. И именно то, что делают городские проекты, очень здорово. И вы, ваша поддержка, тоже очень подходит, чтобы бороться с этой концепцией, только не в моем дворе, и действительно строить Москву для того, чтобы это действительно было удобным для городом для жизни. Вам необходимо поднимать уровень обсуждения. Не только о дискуссии о том, повышать тарифы на следующей неделе или на следующем месяце, а именно информировать людей, чтобы объяснять почему. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас перейдем к вопросам из зала. Наверняка я много чего забыл. Маша Баронова у нас пришла, и поэтому, да, мы ее послушаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое за вашу лекцию и за вашу Q&A лекцию. А у меня такой вопрос. Вот вы начали приводить пример западные страны, которые выходили на новый цикл загрузки дорог, и что это пагубная ситуация, и со времен 60-70-х годов вы, ну, в западных странах, в районе западных городов, стали менять систему, чтобы не выращивать новый цикл. И таким образом исправилась ситуация с трафиком на дорогах в нулевые годы. Но мой вопрос следующий. Вы предлагаете в Москве не наращивать этот цикл создания новых дорог, строительства новых дорог, чтобы не плодить эту проблему с парковками и дорогами. Но есть простая проблема, что в итоге в результате с 60-х по 80-е годы на Западе было построено в 10 раз больше дорог, чем в Москве. Вот на данный момент в Москве в 10 раз меньше дорог, чем, например, в Париже, чем в Лондоне. А размер агломерации московской такой же, как и лондонская агломерация. Но при этом дорог в 10 раз меньше. Соответственно, в итоге и парковочные места, и дороги в Лондоне, а машин, в общем, равнозначное количество. И Лондон решил эту проблему вот сейчас на этом цикле, когда у него дорог очень много. А вы предлагаете решить московскую проблему, остановив этот момент, чтобы увеличить количество дорог в Москве до уровня лондонского. Вот как эту проблему решить? Я не совсем согласен, что в Москве меньше дорог, чем везде. Конечно, в Москве есть много узких улиц, но у вас есть и очень широкие проспекты, и у вас есть кольцо и так далее. Какие у нас есть альтернативы? Я думаю, что ваша альтернатива – это очень тщательно и осторожно перестраивать и перепроектировать некоторые проспекты. Кроме того, иногда использовать фривей, иногда использовать магистральные улицы, и таким образом вы наращиваете пропускную способность всего коридора. В случае Ленинского проспекта вы можете иметь большую пропускную способность, но на Гагарина и ниже на развязках будут узкие места. И что же делать с Гагариным и другими узкими местами? Город отвечает на это. Мы будем контролировать это, вводя платные парковки в центре города. Так что меры нужно комбинировать. Вы совершили некоторые ошибки, когда вы построили сорокаэтажные здания, и некоторые коридоры, которые можно было бы использовать, были заняты зданиями. Я думаю, в Рейково рядом с Ленинским был коридор, а потом… Иногда вы сносили четырехэтажные здания и строили сорокаэтажные здания, и ничего больше не делали с дорогой. В этом случае нужно подавлять владение автомобилем. Что иначе делать? Также стоит помнить следующее. В некоторых городах вводятся меры для того, чтобы люди пользовались меньше автомобилем. И в то же время нужно стимулировать использование общественного транспорта и улучшать его. Одно и без другого не бывает. Теперь, что касается Шанхая и Пекина. Они также очень большие города. Они придумывают штуки, чтобы снизить количество автовладельцев. В Шанхае в этом году они в три раза меньше машин продали различными способами. И если у нас есть машины, и мы не хотим разрушить город, нам нужна комбинация мер, и они должны хорошо координироваться. Это важно. Вот просто еще одна ремарка. Да, Шанхай это сделал, но при этом за последние 10 лет там как сеть метро, это самая быстрая растущая сеть метро в Шанхае, так и с дорогами у них все гораздо лучше, с количеством дорог за последние 10 лет, чем в Москве стало. При этом они, конечно же, сократили машины. Но здесь я именно предлагаю, что мне кажется неверным говорить про отказ от строительства, дальнейшего строительства фривеев в Москве. Просто по той причине, что Москва в них, по-моему, нуждается, потому что и в Лондоне они есть. Я не сказал, не стройте фривеев. Я сказал, решите, какие из них будут фривеев. Городские проекты в основном, вот я больше скорее аргументирую, спорю с городскими проектами, по той причине, что городские проекты в основном предлагают развитие общественного транспорта и уменьшение дорог для личного транспорта. А я вот как вначале сам сказала, что этих дорог в 10 раз меньше, чем в сравнимых городах по размерам мира. Так, это, наверное, ко мне тогда, если про городские проекты. Да, давайте не будем ругаться, давайте. Если к городским проектам, то это вопрос, наверное, ко мне, я тогда отвечу, пожалуйста. То есть, когда у нас, во-первых, первый аргумент про то, что в 10 раз меньше дорог у нас. Да, там дорог больше. Там они долгое время шли по неправильному пути, вот увеличению дорог для уменьшения пробок, и пришли к какой-то цифре, а потом решили, что хватит с нас дорог, мы будем по-другому действовать. Почему мы должны повторить этот путь с ошибками обязательно? Не обязательно нам весь этот путь пройти. Второе. У нас часто приводит этот аргумент, что у нас в 10 раз больше дорог, и типа нам надо строить. Но приводит его, когда у нас расширяют имеющуюся дорогу. А это не делает больше дорог. Этот аргумент приводится для оправдания расширения, а не строительства. Я очень за то, чтобы строить связки над железными дорогами, какие-то небольшие, только не Алабяно-Балтийские тоннели, а какие-то небольшие тоннели под имеющимися магистралями, чтобы увеличить связанность. Но я против того, чтобы уменьшать связанность с расширением до 10 полос, 4-х полос на дороге. Вот это вот городские проекты не согласны. А городские проекты очень за строительство небольших дорог. Только у нас мэрия этого делать не умеет, вот в этом проблема. Ладно, давайте дальше еще... Позвольте мне только сказать, если вы знаете Манхэттен, Нью-Йорк, это очень застроенная область. И они хотели построить 8-полосную дорогу через центры. И была уже одна дорога. И за последние 14 лет в Манхэттене в итоге не построили ни одной дороги в Фривее. В Сан-Франциско есть периферическая дорога. Больше дорог сейчас не строится. В Бостоне также больше дорог не строится. Многое дорожное строительство прекратилось. В то же время в Казахстане, в Алматы, они строят широкие хайвеи, а пешеходы должны переходить по подземному или надземному переходу под углом 40 градусов. Таким образом, пешеходы больше не ходят по поверхности дороги. Они уступают месту автомобилям. И если вы будете так делать, то вы получите соответствующий результат. Так что мы призываем вас не совершать наших ошибок и прямодешные решения, потому что Нью-Йорк и многие другие города прекратили строительство фривеев. Давайте еще вопросы, только, пожалуйста, задавайте их помедленнее, потому что переводчик не всегда успевает, не всегда до конца понятно. Начнем с первого ряда. Вот здесь я вас смотрю вопрос, потом дальше пойдем. А, вот уже человек микрофон держит. Ну, давайте вы, а потом вы. Хорошо. У меня вопрос будет про себестоимость транспортных систем. Каковы вообще мировые практики? Нормально ли это, что транспортная система является убыточной и требует постоянных инвестиций дополнительных? Или хорошие транспортные мировые системы вполне нормально себя окупают и, возможно, даже зарабатывают какие-то деньги за систему общественного транспорта, то есть оплатой проезда, рекламой и какими-то еще вещами? Это базовое политическое решение. В целом, правительство часто поддерживает строительство транспортной инфраструктуры. 150 лет назад это были железные дороги, также в свое время способствовали авиационному транспорту. Что касается общественного транспорта, в 60-е и 70-е Германия провела очень хорошее исследование. Они предложили ввести налог на бензин, который будет поступать в федеральный фонд, из которого будут оплачиваться проекты общественного транспорта и хайвея в пропорции 50 на 50, 40 на 60 и так далее, в зависимости от ситуации. И интересно, что с политической точки зрения плата за проезд по дороге, плата за парковку должны поддерживаться либеральными движениями, потому что это в общественном интересе. и они должны поддерживаться также правами. Однако, когда вы предлагаете введение платы, то политики отказываются от своей философии и выступают против. Нам необходимо значительно субсидировать транспорт, потому что магистрали очень сильно субсидируются, хотя это не всегда признается. Конечно, ситуация разнится от страны к стране. Существуют категории транспорта, которые субсидируются, некоторые не субсидируются, но в целом часто организуется голосование за проекты. Например, жители Сан-Франциско проголосовали за строительство метро. Они согласились платить соответствующий налог. Если вы объясняете людям, за что они платят, например, если в Москве мы введем плату за дорогу, а потом будем использовать вырученные деньги на строительство метро или улиц, то, возможно, решение о введении платы будет одобрено. А так москвичи не хотят платить налоги, а делаются на введение платных парковок в центре. Люди хотели бы не платить, но они хотят хороший общественный транспорт, хорошие магистрали и так далее. В этом случае необходимо, чтобы политики оправдали эти инвестиции. Что идет в общественный транспорт, что идет в автомобильный транспорт. Такой переход был осуществлен во многих европейских городах, в зависимости от того, сколько у вас уже магистрали в том числе. Пожалуйста. У меня вопрос тоже про фривей. Вот вы говорили, что фривей не нужно строить из окраин в центр, что фривей не нужно строить в плотно населенных районах. Но что, тем не менее, городу фривей нужны, и что их нужно строить как-то в хордовых направлениях и так далее. Но вот у нас сейчас в Москве есть такая ситуация, что километр фривея стоит примерно столько же, сколько километр новой линии метро. Скажем, 10-километровый фривей стоит 60 миллиардов рублей, и 10-километровая линия метро стоит тоже 60 миллиардов рублей. При этом фривей пропустят в час 5-6 тысяч машин, а линия метро привезет 60-80 тысяч пассажиров. При этом у нас достаточно большая проблема с перегрузкой метро, с перегрузкой вообще всей транспортной системы. Мой вопрос такой. Можем ли мы сейчас себе позволить тратить деньги на фривей, а не на улучшение каких-то более экономически эффективных видов транспорта? Я не могу так сразу четко ответить. Это большое политическое решение то, что вы хотите сделать. Однако парадоксально, что мы говорим, что у нас должно больше метро, и в то же время люди жалуются, что в метро слишком много людей. По идее, этот аргумент должен ускорить строительство метро, а не наоборот. Основная концепция количества фривеев и количества кольцевых дорог должна быть связана с генеральным планом всего региона. и вы должны контролировать загруженность. Единственный разумный способ сделать это — это введение платы за пользование дорогами, пользование некоторыми участками дорог и плата за въезд в центр. и возникает вопрос у некоторых, как в городе можно вводить разные места. И с политической точки зрения также люди жалуются, что не хотят платить. Но во многих городах эта проблема была разрешена, и на некоторых участках или утром вы можете ехать бесплатно, затем в час пик плата высокая и так далее. Тут можно варьировать. С политической точки зрения это решение очень важно. В некоторых странах, например, в Норвегии, Норвегия не вкладывает много средств в транспорт, но они... Транспорт там очень дорогой. В Осло 3 — 4 евро стоит поездка на общественном транспорте. Кажется, много, но попробуйте купить машину. Налог, да и бензин дорогой. То есть все существенно дороже. И правительственных субсидий, конечно, меньше. Почему они могут это сделать, и кто может собрать в своей политике наиболее оптимальные меры — это большой вопрос. В Швейцарии, допустим, в Норвегии нет автомобилепроизводителей, поэтому они могут собрать эту политику наиболее оптимальным путем, потому что автопроизводители обычно лоббируют решения по строительству хайвеев, дорог, уширений и так далее. Тут я немножко уточню. Тут, наверное, больше вопрос все-таки про ситуацию в Москве. Вот если мы возьмем риторику нашей мэрии, то мы услышим, что мы все за общественный транспорт, мы вот в первую очередь за то, чтобы люди перемещались, пересаживались и так далее. Однако, если мы посмотрим на бюджет города Москвы на следующие 3 года, мы там увидим пункт «Транспортная политика», я забыл, как она точно называется, «Транспортная программа». Ну, транспорт, да, значит. И там мы обнаружим, что примерно половина денег идет на строительство метро и улучшение наземного транспорта, и другая половина — на строительство уличной дорожной сети и обслуживание. Если мы поделим это на количество пользователей каждой из этих систем, то мы увидим, что примерно в 5 раз больше денег И так далее. И так далее.